Песня Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня в гости нас позвали представители местной мордовской национально-культурной автономии Самары. И не просто так, обещали поделиться своим творчеством, рассказать, как создаются настоящие произведения народного искусства и даже устроить небольшой концерт. Шум врачи, вечки вексиялгат, декельгема оят. Елена Григорьевна, мордовский народ проживает на территории Самарской области испокон веков. Расскажите немного об истории. Мордовскому народу 1800 лет. И нужно сказать, что левое бережье в Волге заселялось намного быстрее. Там находится семь археологических памятников мордовской культуры. Причем они расположены очень компактно. И уже в XVII веке началось массовое заселение мордовского народа на правое бережье. Мордовский народ всегда жил с другими народами в дружбе. И часто находили поселения, где находили предметы быта не только мордовского народа, но и болгар, и русских. Как сегодня поддерживаете традиции предков? Наша задача, прежде всего, помнить все, что делали наши дедушки, бабушки, прабабушки. И, конечно, это одно из важнейших направлений нашей организации. Расскажите, как у вас проходят национальные праздники? Как это выглядит? Всегда очень ярко, с душой, с песнями, с танцами. Этому способствуют и дружеские отношения друг с другом, общение со своим народом. Например, летом был фестиваль ОДВИ, мордовский фестиваль, который проходил на берегу озера. В мордовских фестивалях участвуют коллективы со всех районов, привозят свою кухню, пироги. В сотой школе Самарской работает воскресная школа мордовская. Чему учат там и кто там учится? Вопрос образования, именно преподавания родного языка и сохранения его – это очень важный вопрос. И в 2013 году эта школа стала существовать, и она работает. У нас там два преподавателя – это Николаев Сергей Дмитриевич, кандидат исторических наук. Он же является редактором газеты «Областной Валдуойма», который у нас выходит на территорию города Самара уже более 10 лет. Он в совершенстве знает ирзианский язык и преподает родной язык в данном случае и этнографию. И второе направление – это фольклор, музыка. У нас три класса, именно класса, потому что они у нас ходят по возрастным критериям, по классам. Это младшие классы. Начиная с младшей класса, входит в возраст от 4 до 15, среднее звено от 15 до 30. Вот такой у нас большой разбег. И старший возраст – это от 30 до бесконечности, как мы всегда говорим. Конечно, школа играет огромную роль для ребятишек. Здесь они пытаются выучить язык. Прекрасный хор есть. Он очень яркий. Когда он был создан? Нашему хору уже более 15 лет на территории города Самара он находится. А сама организация, от кого создали мы это, это региональная автономия. Сегодня, в предыдущем, это Мастарава. Мордовский центр Мастарава. Они с душой, со всей энергией относятся к своему делу. И нужно сказать, что основная масса у нас людей – это не профессионалы, а люди-общественники, которые тратят свое личное время на это. И наш хор имеет звание «Народный». В Доме дружбы народа в вашем кабинете у вас настоящий бини-музей. Прекрасная экспозиция народного творчества. Мы начали делать для себя наряды. В магазинах не продаются. Куда нам деваться? Надо свой национальный косюм обязательно оставить наследство нашим детям, внукам. Прекрасные игрушки. Скажите, как их сделали и в старину такими играли? В старину тоже так же. У детей ведь из магазинов не было на что купить. И делали все вручную. Также и валяли куклы. Из дерева вырезали игрушки всякие. Шили, так же и вышивали. В старину тоже самое делали. Но материала не так много было. И достатка не было раньше. А это, например, сделано валяние, шерсти называется. Это делается все одной иголкой, можно сказать. Как вы делаете? Я могу показать. Возьмешь иголку и держишь ровно, прямо. И вот так вот тычь, тычь, тычь. Работаешь, работаешь. Можешь глаза закрыть, только пальцы не воткнуть. Лишь бы и получается. И так нужно валять. Ну, сидеть надо. Терпение надо везде. Любую игрушку сделать, надо терпение. И с душой еще надо делать. Желание, чтобы было хорошее. Огромное желание, чтобы сделать что-то. Вот делаешь и любуешься. Какая красивая, думаешь. А пока еще ничего не было такого. Вроде думаешь, батюшки, что-нибудь получится или нет. А делаешь, вроде нормально. Ну и с дерева тоже самое. С бисера, вот я деревья делала, тоже самое. Это дерево называется. А в старину дома украшали подобным чем-то? В старину дома украшали вышитыми полотенцами. Раньше вязали кружева, подзоры. И наволочки все были вышиты. И вышиты, и кружева тоже самые еще были. Мордовская вышивка очень необычные, интересные такие узоры. Скажите, смысловое есть значение? Вот эта вот вышивка, привезенная из Мордовии, это 68-71 год. Вот здесь на этой вышивке, вот куриные лапки. Это обязательно вышивки. Это как оберег идет. Потом петух. Это тоже от сглаза. Вот лошадиные головы. Это говорит о силе мордовского народа, что они сильные очень. И вышивали, это вот рисунок сделан вышитый крестиком. Есть еще вышивка такая, вот это вот привезенная из Самарской области, склявленная, тоже 70-71 год. Вот у Мордвы очень большое значение имеет, как дом украшен. Вот икона, в красном углу всегда икона, всегда украшена полотенцем. Вот это полотенце очень старинное, ему больше, наверное, 100 лет, потому что она сделана из холста, холстяной, который девушки сами пряли, сами ткали, сами кружева вышивали, подшивали. Еще в каждой семье должна быть вот такая вот чаша, где зажигали родовой огонь. Но все праздники начинались обязательно зажиганием огня. Самые старейшины в селе, самому уважаемому человеку, это только он мог зажечь. И от этого огня люди брали и к себе домой разносили огонь. Как одевались женщины мордовские? В старину женщины мордовские одевались в платье, которое панар называлось, которое тоже холст ткали сами, ткали, шили, вышивали. Вышивали только чисто шерстью, шерсть была окрашена только натуральными травами. Вот когда девочка росла в семье, росла, росла, у нее головной убор, был ленточка, накосник, вот здесь вот из вышитой было, из бисера специально тоже так наказывался на окоснике. Вот когда у нее возраст достигал, 14-15 лет, она становилась девушкой. Были в основном на троицу или там еще летние праздники были. Они выходили в лес на гуляние и водили хороводы. И во время этого хоровода девушке повязывали вот этот вот полагай. Он называется где полагай, где пуло, где пулакш называется, но это переводит на русский хвост. Если шла девушка по улице вот с этим полагаемым хвостом, то ее можно уже было брать замуж. Это как паспорт. Его делали вниз, вот здесь вот холст, бисер, очень много, шерсть, вот эта вся ручная вышивка шерстью. Ну, ракушки вешали, этот каури, который с Индии привозили и меняли у нас на мех и мясо. Вот это вот делали из конского хвоста. И по статусу женщины, у девушек они были легкие, килограмм 2-3, ну, самая такой серьезная, богатая женщина, она весила до 16 килограмм. И поэтому мордовские женщины, они все очень прямые. И мордовские женщины очень любят бусы. Они бусы носили до 16 рядов, сережки носили серебряные. Расскажите о мордовской кухне. Она тоже имеет свою специфику и свои особенности. Мордовская кухня – это натуральные продукты. Мордовцы уже жили своим трудом, своим огородом. Основная пища была – это мясо, брюква, редька, капуста, картошка. Делают у нас еще кулагу. Это блюдо делаем только мы. Его делают из ржаной муки, его заваривают. Потом его разводят обязательно водой с кипяченой хмелью и оставляют дозревать. И если она очень густая, ее ели ложкой, как второе блюдо, делали пожиже, его пили. И во время сенокоса это было очень выручало. Потому что если размечать его с холодной водой, он удалял жажду очень надолго. Также мясо жарили, варили, тушили. Но еще у нас есть такая одна хитрость. Когда скотину резали, оставались ливеры. И чтобы просто ливером накормить, мы делали такие интересные блюда. Медвежья лапа. Уфтен лапат. Это раны пропорции. Кладется мясо, сердце, легкое, печень, лук. И это все делается в форме котлетки. Из корочки хлеба вырезаются три полосочки и вставляются. Когда его жаришь, за счет того, что там печенка, она получалась черная и получались как три когтя. Поэтому они называются медвежьи лапы. Мордовский народ нельзя представить без песни. Певучий, красивый. Нина Николаевна, расскажите, пожалуйста, о певческих традициях. В селах пели такие прекрасные песни. Я некоторые до сих пор знаю. Мои родители пели. Мы по очереди готовили, из дома к дому ходили. Мы дети обычно на печке. Слушали эти песни. У меня очень много своих мордовских песен. Старых, старинных такие. И очень нравится. Это многоголосие такое. Песня мордовская, она какая? Майя, о чем? Это мелодичное или это что-то веселое? О природе, о здоровье, о людях. Мне хотелось бы спеть песню Серафимы Мулюлякиной, нашей поэтессо-сказительницы. Она родом из Поквестинского района. Называется песня «Очка мьютась». Песня «Очка мьютась». Александр Мархов, представитель молодежного отделения автономии. Саша, расскажи, чем тебя привлекает мордовская культура, мордовское искусство? Ну, начнем с того, что мои родители относятся к мордве. Они говорят на ерзианском языке между собой. Сам язык очень певуч, очень сам интересен по себе. И все ерзианские песни, по крайней мере большинство, связаны с темой сердечного уголка. Ну, то есть дом, родной дом, природа. Имеют очень патриотический характер. Сегодня ты споешь тоже какую-то патриотическую песню? Да, да. Ну, вообще она идет от первого лица, как человек рассказывает то, что у него рождается в сердце песня. МОНИНЬ МАРЯ ВИСИДЕНЕНЬ МОРАТ ТОК НАЦВАЛ ВАНДЫСАН ВАНДЫСАН КУРОК ВАССОЛДЭТИТЕРЕТ СЁРАТ ТОНИТЬ ВЕЛЯВТЫТЬ СЫРЕТ ОЛКАН Культура, традиции очень красивые. Скажите, интерес к ним не угасает сейчас у нового поколения? Вы знаете, мы даже наоборот очень радуемся тому, что с каждым годом все больше и больше интересуется население города, области мордовской культурой. К нам обращаются из библиотек, из школ, из музеев, например, предоставить костюм, провести презентацию о мордовской культуре, о традициях. И как раз то, что говорил Александр, ведь он поет не просто песни, он зачастую поет песни своего отца, который пишет и стихи, и музыку, и он уже потихонечку сочиняет. То есть вовлекаются ребята, и внуки, внучки, вот всех, кто здесь стоит, они все самые активные, и зовут всех остальных участвовать в этом. Мы этому очень рады. Спасибо вам за столь теплый прием, за интересный рассказ и прекрасные песни. Но с традициями и культурой других народов многонациональной Самары мы познакомимся с вами в следующих передачах. Всего вам самого доброго! Бастом Мазонок!